Единство целей и задач в избирательном процессе. Основное это обеспечить проведение честных, прозрачных и легитимных выборов в Самарском регионе и защитить избирательные права граждан. В избирательной комиссии Самарской области состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Уполномоченным по правам человека Самарской области, Областной общественной палатой и избиркомом. Это три составляющие легитимности, открытости и честности проведения выборов. Все органы, которые мы представляем, они заинтересованы именно в этом. Большую роль в обеспечении законности выборов играют независимые общественные наблюдатели. Они следят за ходом голосования на избирательных участках. Дистанция очень короткая для того, чтобы люди определились. И, наверное, это как-то повлияет в том числе на электоральный процесс. Я уверен, что наши общественные наблюдатели, они проявят себя с самой положительной стороны. И это будет способствовать тому, чтобы выборы, в конечном счете, губернатора Самарской области прошли открыто, честно и без нарушений. По словам уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гольцовой, по результатам социологического исследования, проведенного в феврале этого года, у жителей Самарской области возрос интерес к реализации конституционного права быть избранным и избирать. Главная задача участников трехстороннего соглашения – обеспечить гражданам реализацию этого права. Когда говорят о том, что доступная среда нужна только для инвалидов, мне кажется, что это полное заблуждение. Доступная среда нужна и комфортная среда, нужна всем абсолютно избирателям. Это и мамочки с детьми приходят, это и пожилые люди приходят, и даже молодые люди, которые впервые голосуют. Ведь все зависит от того, как тебя встретят на избирательном участке, как правильно органы власти и избирательные комиссии подходят к реализации этого избирательного права, то и настроение у людей совершенно иное. Совместная работа сторон затронет рассмотрение обращений граждан в ходе электорального процесса, в том числе поступающих на горячую линию. Обмен информацией, совместные консультации, круглые столы, а также выработка по итогам всей кампании предложений по совершенствованию избирательного законодательства тоже лягут в основу такого взаимодействия. Галина Топилина, Константин Головин. События.